Среда – это время, когда необходимо сосредоточиться и набраться сил на оставшиеся дни рабочей недели. Но помните, в любом деле важен перерыв. Рекомендуем сделать его прямо сейчас и узнать главные новости Верхнеканье. Здравствуйте, в студии работает Евгений Казанцев. Мы начинаем. У жителей одного из домов назрел конфликт, а при чем здесь две управляющие компании. Отопление есть? Сегодня расскажем теплые ли батареи в отдаленных территориях и куда обращаться. Впервые в городе пройдет чемпионат для собак по защите и послушанию. Как стать участником? Начну выпуск с тревожных новостей. В больнице Перми рухнул лифт. В это время в кабине находились 14 человек. Руководство больницы утверждает, что лифт прошел все необходимые освидетельствования. Сначала затрещало, а потом хоп и все. Люди стали стонать. Я была в середине пережата к стенке и меня книзу понесло и все. Я сидела долго, потом встала дышать хочу. Дышать нечем. Паника началась. Инцидент произошел утром 10 октября в больнице Архангела Михаила. Лифт упал с четвертого этажа. Очевидцы утверждают, что двери не могли открыть в течение получаса. В это время кабину затянуло дымом. Во время инцидента в лифте находились 14 человек. 12 пациентов, лифтер и санитарка. По данным следствия, 10 октября 2023 года в одном из медицинских учреждений Орженкидзовского района города Перми в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, во время движения произошло падение лифта в шахту. В настоящее время следовательно проводится осмотр места происшествия, допрашивается свидетель, устанавливается количество потерпевших. Проводится комплексы иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего сбора закрепления доказательственной базы. В настоящее время лифт исправлен. Его тросы целы. В ходе инцидента он не срывался. Благодаря сработавшей защите опустился на отбойники. С помощью жилищного кодекса можно регулировать отношения, связанные с эксплуатацией жилых помещений. Если не обладать нужной информацией, то с легкостью можно оказаться в сложной ситуации. С чем столкнулись жители дома номер 106 по улице Юбилейная, расскажем далее. Я вам задал вопрос. Вы за себя ответили. Я за себя ответила. Я за себя ответила прекрасно. Почему вы не собираетесь оплачивать? Только жители 106 дома по улице Юбилейная вздохнули спокойно, как вновь проблема. Отзывчивые и действительно работающие на благо дома управляющую компанию хотят заменить на другую. Как отмечают жильцы, один из собственников дома изъявил желание поменять управляющую компанию на другую. Причем без согласия собственников. Жильцы заподозрили нездоровый интерес. Управляющая компания, где руководитель у нас была Станкевич Марина Петровна, создалась новая, как говорится, группа работников. Что бы ни просили, полгода топили нас подвалы. Благодаря Ирине Мельник все же вызывали откачку. Сейчас дом управляет компания новинки. Жильцов полностью устраивает работа своей организации. Ремонтные работы выполняются в срок. К отопительному сезону дом готов. Жалоб и нареканий нет. Другую управляющую рассматривать не хотят. На собрание приехали представители компании «Восход». Наша компания молодая. Мы начали работу по домам с мая этого года. Сейчас компания у нас 4 дома. Успешно их обслуживаем. Выполняем свои обещания. Это все не на словах. Если кому-то интересно, можем сказать, какие адреса и пообщаться с жителями данных домов. В принципе, жители довольны. Если есть желание, можем вам предложить с нами поработать. Основатели компании «Восход», по словам жителей, это бывшие сотрудники УК «Новинки». Однако прямых доказательств нет, как и желания менять управляющую. Важно помнить, что совет многоквартирного дома нужен для эффективного взаимодействия жителей и управляющей компании. Карина Волошина, Данил Буторин, Новости, Верхнекамья. Сегодня в краевой столице состоялось заседание правительства под началом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Чиновники обсудили подведение итогов приемной кампании в СУЗах, рассмотрели программу «Комфортный край» на 2024-2025 годы и коснулись тем здравоохранения. По итогам работы в этом году медорганизации края оснастили 55 единицами оборудования. Продолжается активное лекарственное обеспечение пациентов высокого риска. Более 16 тысяч человек получили препараты. Количество введенных и планируемых к воду медицинских объектов в этом году беспрецедентное. Такого не было никогда. В 2023 году завершены строительно-монтажные работы и получены лицензии по шести объектам. Плюсом четыре объекта достроят в ближайшее время. Всего в край на этот год капитальный ремонт запланирован в 107 объектах. На сегодня завершено в 51. Не забыли и про отдаленные территории. До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 61 ФАП. Из них 36 в этом году. На сегодня готовы 14. Более подробно о теме заседания правительства осветим в ближайших выпусках новостей. Вот уже как 24 дня стартовал отопительный сезон в Березняках. Постепенно тепло появлялось в социальных учреждениях. Затем в многоквартирных домах. Сегодня расскажем, как обстоят дела в Уссолье и Пыскоре. Слово Карине Волошиной. Столбик термометра опускается все ниже и ниже. Сначала минус 10, затем минус 2. В такую холодную погоду нас согревает не только теплая одежда, но и батарея. В Пермском крае уже запущен отопительный сезон. Специалистами проделана большая работа. А для жителей Уссолья появились значительные изменения. Ранее теплооснабжением Уссолья занималась компания ООО «Энергоресурс». В этом году по решению арбитражного суда Пермского края организация признана банкротом. В связи с чем консессионное соглашение было расторгнуто. Начало отопительного сезона в Уссолье было под угрозой. Обязательство по обслуживанию теплосетей на себя взяла компания МУП «Водоканал». Предприятие МУП «Водоканал» выполнило ремонт котельного оборудования в количестве трех котельных город Уссолья и одной котельной поселок Пыскара. Также был выполнен ремонт вспомогательного оборудования. Отремонтировали тепловые сети. А приставали на сегодняшний день запитаны и подключены все абоненты. На сегодня Министерство тарифного регулирования Пермского края утвердило для МУП «Водоканал» тариф на тепловую энергию. С момента вступления в силу постановления до конца этого года жители Уссолья и Пыскара будут платить на тепло чуть меньше 1800 рублей за 1 гигакалорий. Преимущество заключается в том, что сети и котельное оборудование теперь находятся в надежных руках. Предыдущая организация, как мы уже теперь знаем, ввиду накопившихся долгов, была признана банкротом и не могла осуществлять свою деятельность, в том числе и по поставке тепловой энергии. Если вы житель Уссоля или Пыскара, и у вас возникли вопросы в сфере теплоснабжения, обращайтесь по адресам, указанным на экране. Специалисты решат вашу проблему. Карина Волошина, Евгений Казанцев, Данил Бутторин. Новости. Верникам я. Запретить сигареты и вейпы в общественных местах. Таковы нововведения в законе. Правда, пока лишь в стадии обсуждения. Все подробности в формате новости коротко. МЧС официально запретила курить вейпы в общественных местах. Нововведения вышли в новую редакцию правил противопожарного режима. Публичное обсуждение продлится до 7 ноября. Прежде всего, в правях официально внесли вейпы, электронные сигареты и кальяны. Речь идет о курении на территории складов, сенокостных угодий, транспорта, торговли, больниц, школ и детских садов. Также на частных землях разрешили сжечь траву и мусор. Другими словами, сжечь можно, но осторожно и не везде, а только в каком-нибудь отдельном углу, где приготовлено все необходимое на случай пожара. В следующем году маткапитал получит более 1 миллиона семей, отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котиков. Сумму сертификата увеличат. Сейчас в бюджете предусмотрена индексация на 7,5%. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей. На второго ребенка около 834 тысяч рублей. Семьи, уже получившие маткапитал на первенце, выдадут на второго ребенка 188 тысяч рублей. На полигоне твердых коммунальных отходов в Березняках в рамках федерального проекта комплексная система обращения с ТКО национального проекта «Экология» установлены первые в Пермском крае очистные сооружения, в которых применяется технология обратного осмоса. Как рассказывали в Краевом министерстве ЖКХ благоустройство, оборудование мощностью 10 кубов метров в час предназначено для очистки фильтрационных вод полигона. Новости коротко подготовила Виктория Пеннер. В Березняках появилась новая газета. Где ее найти, как получить и кто главный редактор новоиспеченного издания. Полагаю, в представлении этот человек не нуждается. Однако зрителям она знакома совершенно в другой роли. Новое издание не будет регулярным. Выпуски будут посвящены определенным событиям. В первом, например, рассказывается о начале 88-го театрального сезона в БДТ. Вы сможете найти самую эксклюзивную информацию. То есть то, что вы не встретите ни в интернете, ни на страницах других изданий, ни на телевидении. То есть это такой эксклюзив из первых уст. И мы стараемся отражать всю жизнь театра. Подробнее о том, как зарождалась идея, расскажут ее инициаторы в завтрашнем выпуске новостей. Также поделятся впечатлениями и те, о ком можно прочитать в газете «Актеры». Не пропустите завтра на Верхней Камье ТВ в 19.00. На севере Верхней Камье студенты среднего профессионального образования будут учиться по новым стандартам с сокращенным сроком обучения. Также запланировано разделение групп. Обо всем подробно расскажем в рубрике «Верхней Камье сегодня». Моя коллега Екатерина Зибзеева продолжит. Сокращенный срок обучения и дробление групп по 10-15 человек. Таковы изменения в приеме студентов в техникумах и колледжах. Речь идет о Красновишерске и Чердине. Эти территории с Верхней Камье станут первыми, где начнутся изменения. Для студентов будет организовано совместное обучение по общеобразовательным дисциплинам, но раздельное по специальным дисциплинам и практике. Это позволит более точечно готовить специалистов для местных предприятий. Отмечают краевые власти. Завершена ремонтная работа у одной из школ в Губахе. В дворе 14-й школы появилась тротуарная плитка, положили асфальт на парковки, сделали новый тротуар в тихой зоне, обустроили клумбы и дополнительное освещение. В зоне воркаута вложено безопасное резиновое покрытие, установлены турники и лестницы, шахматные столы, ограждения для теннисного стола. Также установили дополнительные столбы освещения по просьбе жителей вдоль нового тротуара. Все работы планируют завершить до конца октября. А в Соликамске хотят поменять название улицы. Сейчас местная администрация проводит голосование о переименовании улицы Коммунистической в улицу Виктора Баранова. По мнению инициаторов, это позволит увековечить память почетного гражданина Соликамска, Пермского края и России, заслуженного работника целлюлозно-бумажной промышленности. Рубрику «Вершниками сегодня» подготовили Екатерина Зибзеева и Даниил Буторин. Тем временем в Березняках уже не просто зародился, а полноценно развивается новый для города вид спорта армрестлинг. В субботу, 14 октября, обладатели крепких рук столкнутся с соперниками в рукоборье. Напомним, рукоборье является древнейшим видом спорта, который был возрожден в 90-х годах в России. Как отмечают опытные спортсмены и наставники в армрестлинге, важна не только физическая подготовка, но и стойкость духа. К участию приглашаются все желающие. Кубок Березняковского городского округа по армрестлингу пройдет в субботу в 13 часов в актовом зале Березняковского строительного техникума. Партнер соревнований – компания «Еврахим» Усольский колейный комбинат. Собака – это единственное животное, способное различать эмоции человека. Такая способность помогает питомцу подстраиваться под хозяина, когда он недоволен или, наоборот, в хорошем расположении духа. В Березняках впервые пройдет городской чемпионат по защите и послушанию четвероногих товарищей. А где – расскажем в следующем сюжете. 22 октября в Березняках на дрессировочной площадке на Миндовского 5А пройдет первый городской чемпионат по защите и послушанию среди наших верных и преданных четвероногих друзей. Торжественное открытие в 11 часов. В чемпионате примут участие различные породы – от самого маленького йорка до крупного ротвейлера. А по защите могут принимать участие только служебные собаки. Будут снаряды. Четыре снаряда. Это будет горка, лесенка, прохождение препятствий. А вот это самое интересное – прохождение препятствий будет. А по второму, естественно, самое интересное, вообще интересное в этой программе в чемпионате – это будет задержание, нападение из-за укрытия и задержание, когда преступник убегает и лобовая атака. Состязания будут проходить в два этапа, где первый – это послушание, а второй – этап защита. Оценивать навыки будут специально приглашенный гость – главный судья из Перми Александр Шляпин. Самым ловким и послушным достанутся не только дипломы, но и вкусные призы. Регистрация на городской чемпионат принимается до 20 октября. Карин Волошин, Данил Буторин, Новости, Верхний Камья. Побеждать всегда приятно. Вряд ли кто-то из нас не выигрывал в своей жизни. Ну, все ли умеют правильно распоряжаться победой. Плюс не всегда триумф научит чему-то новому. А вот после поражения вы получите колоссальный опыт. Вот он-то уже и направит, как грамотно распоряжаться победой и для чего она нужна. Я же распоряжаюсь своим временем, и нахождение в студии на сегодня закончилось. В студии работал Евгений Казанцев. До свидания. Дальневосточные морепродукты. Чивыч, Акижуч, Красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». С 16 по 20 октября. Проспект Ленина, 50. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. В четверг, 12 октября, синоптики прогнозируют нам пасмурную погоду и снег с дождем. В Березняках температура ночью – минус 1. Днем незначительно теплее – плюс 2 градуса. В Соликамске пасмурно и плюс 2. В Александровске снег с дождем – 1 градус. В Губахе – плюс 2. И в Кизеле снег с дождем – 0 градусов. 12 октября – ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность – низкое, геомагнитное поле – слабо возмущенное.